Шалом! В прошлый раз мы остановились на двух вопросах. Любой ли грех Бог прощает верующему человеку? И сколько раз можно наступать на одни и те же грабли, при этом не теряя спасения, то есть не теряя гарантии хорошей загробной жизни. Почему я задал эти два вопроса? С одной стороны, ясно, что вера в Бога, если меняет человеческую жизнь, то не полностью и не моментально. Конечно, бывают мгновенные изменения, например, человек курил и в один момент не просто перестал курить, но даже пропало желание затянуться и так далее. Это реально совершенно примеры, их много. Но даже в этом случае такой человек не становится совершенным во всех остальных отношениях. Сам апостол Яков пишет в своем послании «все мы много согрешаем», то есть он не исключил себя из числа согрешающих. И если так говорил один из авторов Нового Завета, то где уж нам, простым смертным, достичь безгрешного совершенства? Так что, несмотря на прощение грехов, доступной нам в Мессии Ишуа, сам грех не улетучивается окончательно и бесповоротно. Это с одной стороны. С другой, если земные родители добиваются от своих детей не просто извинений за свое поведение, а изменений этого поведения, то тем более, вероятно, и Бог хочет не просто услышать наши слова покаяния, но также увидеть реальные изменения в нас. Если мои дети будут извиняться за одно и то же недопустимое поведение снова и снова, и при этом палец о палец не ударит, для того, чтобы прекратить его, то у меня, естественно, возникнут большие сомнения в их искренности. С Богом, очевидно, так же. И прежде всего, если я наступаю на одни и те же грабли бесконечно и даже не пытаюсь сделать выводов, то в какой-то момент я сам просто перестану верить в то, что мне это сходит с рук. Так устроены наши отношения с людьми, и также устроены и наши отношения с Богом, конечно же, потому что так устроены мы сами. Бог готов прощать не раз и не два, но при этом хочет увидеть реальные изменения в нас. Однако изменения даются нам тяжело и медленно, а то и вовсе не даются. Поэтому возникает вопрос, какое же поведение является минимально приемлемым для сохранения своего спасения, то есть места в раю, как многие думают, ставя знак равенства между спасением и местом в раю. Вопрос хороший, кто же нам ответит на него? Ну, первое, что приходит в голову, это обратиться к руководству общины или церкви. Но тут могут возникнуть две проблемы. Во-первых, есть большая вероятность того, что руководство общины, услышав такой вопрос, поставит знак равенства между принадлежностью к общине и местом в раю и услышит не то, что вы спрашиваете, а другой вопрос о поведенческом пороге членства в общине. Во-вторых, если это произойдет, то, скорее всего, руководство уйдет от четкого и конкретного ответа. Почему понятно? Если поставить планку слишком высоко, то община сократится до горстки самых святых, пресвятых. Чего доброго, само руководство вынуждено будет уйти из общины. Поставить планку слишком низко, начнется вседозволенность и община развалится. Если руководство четкого ответа не даст, то его дадут другие. Те, кто хочет железных гарантий спасения, составляют некий перечень поведенческих критериев, удовлетворить которым, в принципе, возможно, если очень постараться. Ну, например, не курить, не пить, не колоться, выражаться исключительно цензурно, не изменять жене, не носить юбку выше колена. Если этого мало, можно добавить еще несколько, чтобы гарантия была уже совсем серьезная. Это не составлять никаких таких списков, а просто честно стараться жить по воле Божьей в меру своего разумения оной и надеяться на то, что если ты не совершаешь уж очень тяжких грехов, ну, например, не убиваешь, не изменяешь, не воруешь, то Бог зачтет тебе твои старания, приплюсует их к твоей вере в искупление, совершенное мессией Ишо, и пустит тебя в рай. В результате все сообщество верующих будет очень сильно поляризовано. Вокруг составителей заповедей будет образовываться круг их последователей, а остальные, то есть большинство, тех будут называть законниками, религиозниками и так далее. Ну, а законники, в свою очередь, будут притирать массы за нерадивость и невежество. Если вы читали Евангелие, то, возможно, узнаете ситуацию, которую я пытаюсь нарисовать. Кстати, о Евангелиях. Давайте-ка посмотрим, какие, собственно, требования к верующим предъявляет Новый Завет. И там находим мы с вами довольно странные вещи. В Евангелиях Ишо велит бороться с искушениями радикально, не останавливаться перед тем, чтобы вырвать себе глаз или отрубить руку, если глаз или рука соблазняют. Он также запрещает приглашать в гости тех людей, которые могут ответить взаимным приглашением, и заповедует приглашать в гости только тех, кто сам не в состоянии накрыть тебе поляну. То есть борьба с эгоизмом должна быть не на жизнь, а на смерть, так же, как и борьба с похотью. Впрочем, хоть все это и звучит немного странно, по крайней мере, это хоть что-то определенное. Но ведь в посланиях-то апостольских дело обстоит еще хуже. Там нет даже вот такой определенности. Ведь Павел не дает себе труда составить исчерпывающий список дел, которые лишают нас спасения, хотя список он все-таки составляет, но он какой-то неполный. Вот, к примеру, Галатам, 5 глава, 21 стих, он пишет так. Дела плоти известны, они, суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласие, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, то есть предупреждаю, как и прежде предупреждал, что поступающий так царство Божье не наследует. Стоп, что значит и тому подобное? Почему его читатели, читатели Павла, мы с вами, должны додумывать за него, какие именно дела плоти он тут не перечислил? А вдруг кто-то из нас впадет именно в одно из них? И кто тогда будет виноват в духовной гибели этого человека? И почему этот список, вот этот, из Галатам, он короче, например, списка из 1 Коринфянам, в 6 главе, в 9 и 10 стихах есть аналогичный список. Что, к верующим в галатийских общинах Божьи требования были ниже, чем к жителям Коринфа? Непонятно. Но мы продолжим через неделю. Спасибо. Шалом. Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Иешуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oazis-media.tv Иешуа, а также передать свежее послание.